сегодня мы с вами приготовим домашнюю гранолу но не с привычными миксами набором ингредиентов а в азиатском стиле для этого нам потребуется сначала мы должны будем подготовить следующие ингредиенты ягоды коджи 35 грамм которые предварительно нужно будет помыть и обсушить также у наби который по-другому еще называют джиджубе или китайский финик сушеный 35 грамм который тоже надо предварительно будет помыть и обсушить грецкие орехи в количестве 45 грамм мы также предварительно с вами моем и далее замачиваем грецкие орехи в воде на 7 часов и затем должны будем их обсушить далее измельчаем грецкие орехи ножом на маленькие кусочки относительные маленькие размером например с ягоду коджи или ее половину то есть не нужно измельчать их в крошку затем из унаби нам нужно будет удалить косточки делаем это просто ножом раскрывая унаби и проводя вдоль косточки ножом и затем ее изымаю после этого я нарезаю ножницами само унаби его мякоти на тонкие полоски и затем сами полоски также ножницами нарезаю на маленькие кусочки маленькие квадратики ягоды годжи тоже нужно будет немного измельчить то есть где-то в одну ягоду мы с вами разрезаем на две или три части основа нашей гранолы это конечно же хлопья овсяные совершенно обычные 250 грамм на это количество будут приведены все остальные пропорции всех ингредиентов далее мы добавляем в овсяные хлопья белые кунжутные семена одну столовую ложку и черные кунжутные семена 1 столовая ложка прежде подготовленные измельченные грецкие орехи 45 грамм годжи и унаби мы пока что не добавляем их добавим в конце все что мы сейчас добавили в овсяные хлопья все хорошо перемешиваем теперь займемся жидкими ингредиентами кокосовое масло около 50 грамм в растопленном виде или же можно использовать любое другое масло на растительной основе или даже сливочное в это масло растопленные например на водяной бане добавляем мед 2-4 столовые ложки или другой подсластитель по вашему выбору 2 столовые ложки меда это не для сильно сладкой гранулы хотите сильно сладкую тогда добавьте больше то есть по вашему вкусу затем добавляем кунжутное масло 2 столовые ложки напоминаю что у нас сегодня в азиатском стиле гранола затем корица порошок пол чайной ложки или же количество по вкусу также имбирь порошок пол чайной ложки или же по вашему вкусу теперь все вот эти жидкие жидкие ингредиенты мы с вами хорошо перемешиваем до получения однородности и полученную вот эту вот жидкую смесь а мы заливаем к овсянке и остальным подготовлен вместе с ней ингредиентом теперь нам нужно будет все это хорошо перемешать так чтобы вот эти жидкая смесь покрыла весь имеющийся у нас объем твердых ингредиентов затем в этом видео я покажу вам способ приготовления гранола в микроволновке как духовке меня сейчас нет как приготовить духовке у меня написано внизу в описании под видео нам нужно будет поместить подготовленную смесь в посуду которую можно использовать в микроволновой печи поместив на эту посуду мы равномерно распределяем всю смесь по поверхности нет толстым слоем и отправляем все это в микроволновку мы устанавливаем средне сильную мощность на микроволновой печи затем помещаем посуду со смесью в микроволновку весь сам процесс приготовления целиком занимает где-то около 10-12 минут в микроволновой печи но есть нюанс на протяжении всего этого времени каждую минуту то есть по течение каждой одной минуты мы вынимаем смесь из микроволновки хорошо все перемешиваем и опять ставим микроволновую печь и продолжаем так готовить в таком ритме будьте внимательны не сожгли не сожгите гранулу она легко подгорает и мы готовим ее до румянца и до желаемой степени нами хруста после этого можно сказать что наши гранулы почти готова но нам нужно будет для удобства пересыпать ее в глубокую емкость чтобы удобно было перемешивать и теперь добавляем туда оставшиеся ингредиенты а именно прежде измельченные нами кунапе и ягоды годжи добавив заложив эти два последних ингредиента нам нужно опять все хорошо перемешать теперь для удобства я перемещаю гранулу на какую-нибудь такую широкую и плоскую поверхность и распределяю по ней гранулу и остужаю поскольку гранула сама по себе достаточно сухой продукт ее лучше всего есть например а с йогуртом соевым йогуртом или любым другим йогуртом обычным и например уложите его так вот слоями или как вы любите можно сверху посыпать цветки асмантуса сушеный это ингредиенты по желанию но он добавит ароматы полезных свойств и мы получаем нашу гранулу а после полезных свойствах вот такой вот гранула можно почитать моей группе вконтакте здесь же еще раз приведены способ приготовления и ингредиенты приятного аппетита а